Желтофиоль садовая. Время цветения июль-октябрь. Встречается как одичавшие растения в Крыму и на Кавказе. Разводится как пахучие декоративные растения в южной и средней полосах России. Родина растения Средиземноморья. Разводится в садах и комнатах. Применяемая часть – цветки, листья и семена. Время сбора. Цветки и листья собирают в июле-октябре. Семена в августе-октябре. Химический состав. В цветках имеется эфирное масло, кверцетин и зераментин. В семенах содержатся сердечные гликозиды хиеротоксин, хиеренин, глюкохиеролин и два неисследованных гликозида J и K. Также содержится жирное масло, состоящее из глицеридов, линолевой ируковой, олеиновой и линоленовой кислот. Свежие цветки имеют приятный аромат. Растения это ядовитое. Применение. Цветки обладают мочегонным, желчегонным, слабительным, обезболивающим и противосудорожным действием. Водный настой цветков употребляют при водянке, желтухе, головной боли, судорогах и как профилактическое средство от мозгового удара и паралича. В прошлом тонкий порошок сухих цветков желтофиоли с равной частью пылевидного сахара вдували в глаза для рассасывания белим глаз. Подсолнечное масло, настояное на свежих цветках желтофиоли, употребляют для натираний при ревматических и подагрических болях. Листья и цветки используют в качестве обезболивающих препарок. Отваром листьев и особенно цветков промывают глаза при слезотечении и конъюнктивитах и используются как косметическое средство при веснушках. В немецкой народной медицине настой цветков и листьев желтофиоли применяют при нарушении деятельности сердца, как противосудорожное и обезболивающее средство и как средство, вызывающее и усиливающее менструации. Внутренние применения желтофиоли садовой, как ядовитого растения, требуют большой осторожности. Способ применения. Одна чайная ложка свежих цветков в желтофиоли настаивается 20 минут в одном стакане кипятка, затем процеживается. Принимать следует по одной столовой ложке три раза в день. Субтитры создавал DimaTorzok